В эфире передача «Дед. Я тебя помню». Это передача о солдатах Великой Отечественной, памяти которых сохранилась в семейных реликвиях. Здравствуйте, с вами Анатолий Тиханов. Невеличанка Ольга Вениаминовна Петрова вспоминает своего деда Исаака Самуиловича Игдалова. Он в 25 лет поменял гражданскую профессию на военную. Был призван по спецнабору и направлен в первое авиационно-техническое училище имени Ворошилова, города Вьенград. Окончил его, и ему было присвоено звание авиационный техник 2-го ранга, в звании лейтенанта. Служил авиационным техником в 44-м скоростном бомбардировочном авиационном полку в городе Старая Русска. И в составе этой же части он с декабря 1939 года по март 1940 года участвовал в Советско-Семьянской войне. В 41-й год, 29 июня, в составе 72-го Красного бомбардировочного авиационного полка 7-й армии Северного флота, «Дедушку моего призвали на фронт». Полк бомбардировался под Петрозаводском. В ноябре 1941 года он был перевезен на должность старшего техника моторного цеха, в 132-й стационарные мастерские 14-й воздушной армии Волковского фронта. После их расформирования он потом, в 1944 году, службу продолжает уже в других подвижных авиационных мастерских. Полк Исаака Игдалова участвовал в боях по разгрому немцев в Курлянском котле. Это территория нынешней Латвии. Бои там шли жестокие. Немцы не сложили оружие даже после того, как было объявлено о капитуляции Германии. Нашим летчикам работы хватало. За последние три месяца войны подготовил машины к 50-ти боевым вылетам и обслужил 70 вылетов с иными целями. При этом не было ни одного отказа в работе двигателей. У него была хорошая теоретическая подготовка, которую он получил в военном училище. Плюс еще прибавился накопленный за войну большой практический опыт. Поэтому, считаю, позволило это все стать ему профессионалом своего дела. И в представлении к ордену Красной Звезды, вышестоящее начальство почему-то понизило награду до медали за боевые заслуги. Начальник его отмечал, что отремонтированные Игдаловым Исааком Самуиловичем 52 самолета в июне-сентябре 1944 года получили только хорошие, отличные оценки у командиров Азии. Уволен мой дедушка Игдалов Исаак Самуиловичем. Был запас 16 декабря 1948 года в звании капитан авиационно-технической службы. После окончания войны он служил еще на Дальнем Востоке. Там родился его первенец, мой отец Игдалов Иниамин Исаакович. Возвращается в Невель и с 1949 по 1972 год работает старшим мастером турбинного цеха, а потом становится директором городской электростанции. То есть он стоял у истоков электрификации нашего Невеля. Умер мой дедушка 10 января 1993 года. Ольга Вениаминовна помнит некоторые рассказы деда о войне, но в силу юного возраста ее тогда не очень интересовали подробности его фронтовой жизни. Конечно, меня завораживали больше, например, фразы о том, что он встречался лично с Василием Сталином. Общался, разговаривал, жал ему руку. То есть вот такие вот какие-то исторические имена волновали. Конечно, дедушка рассказывал однажды о том, что приходилось ремонтировать самолеты практически под обстрелом. Фронтовой аэродром. Они переезжали с места на место. Это был нестационарный аэродром. Поэтому, когда говорят о том, что это была непередовая, то, наверное, я с этим в корне и согласна. Он рассказывал, как маскировали они эти самолеты ветками, еловыми лапами. Мой дедушка прошел свой путь от Старой Руси до Берлина. Ну, практически на его глазах Берлин брали. И когда я в прошлом году, мне посчастливилось попасть в Берлин, я взяла с собой фотографию деда. И в Трептовом парке у памятника скорбящего солдата я сказала такие слова, что я не знаю, что чувствовал мой дед, который потерял в 41-м году свою семью, и когда он готовил самолеты к боевым вылетам, чтобы громить фашистов. Но я пришла на эту землю с миром, и надеюсь, что он бы меня благословил на этом. Через неделю я, Анатолий Тиханов, расскажу вам еще об одной фронтовой судьбе. До свидания. Мир вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова